Я не только про новую Третьяковку буду рассказывать, но и про то, над чем мы сейчас работаем, потому что все-таки проекту новой Третьяковки уже два года. Конечно, когда Майя предложила поменяться местами, я не ожидала такой сильной концовки. Даже не знаю, как теперь мы перейдем обратно к земным, так сказать, вещам. Я предлагаю немножко разбавить наш лекционный формат и порассуждать о навигации. У меня презентация во многом такого высокого уровня, чтобы сделать шаг назад от носителей, от конкретных способов бурения и крепления к кирпичам или между ними, и сделать шаг назад и все-таки подумать еще раз о том, зачем мы делаем навигацию, для кого мы ее делаем и почему. И тоже в качестве такого небольшого перехода я предлагаю вам всем сейчас участвовать в диалоге. Анна Марковна в начале презентации сказала замечательную вещь, что навигация ГСЦ, навигация Арсенала делась исходя из интересов и с мыслями о посетителе, о конкретном посетителе, о маме с коляской, о молодом человеке, который пришел узнать про современное искусство, об инвалиде, о просто там среднестатистическом посетителе Кремля, который зашел вот и случайно попал в Арсенал. А я вам предлагаю все-таки вот честно признаться, почему и для кого мы делаем навигацию. Вот как бы давайте начнем с выделения каких-то групп интересантов. Кто вообще заинтересован в навигации музейной, внутри музея, к музею? Кто? Сотрудники, хорошо. Я буду писать. Сотрудники, ну музей, наверное, да? Ну сейчас я предлагаю стейкхолдеров выделить, а потом как бы для каждого из них прописать интересы и цели. Музей. Это первое. Кто еще? Кто-нибудь еще у нас заинтересован в навигации? К музею, от музея, внутри музея? Ну, партнеры это обычно все-таки музей, да? Там мы подбираем себе партнеров, исходя из наших потребностей. Да, 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 да. Пожарный это очень хороший стейк, потому что на самом деле государство, город и другие регулирующие органы, ну главным нашим обычным представителем выступает город. Даже если мы федеральный музей, мы все равно существуем в пространстве города. Я бы так и обозначу, что городские власти. Город. И вот у нас у всех такая матрица интересов. Мы как музей, который делает навигацию, которую проектирует и потом воплощает, мы вроде бы со всеми, с этими группами должны согласовать интересы навигации, да? Мы должны себя немножко представить и на месте посетителя, и потом немножко себя представить на месте города, а потом еще немножко представить себя на месте пожарного. Но, в общем-то, мы в душе всегда остаемся музеем. У нас свои очень четкие интересы по этому поводу. Я предлагаю сейчас накидать основные группы наших целей, которые мы преследуем в навигации, и попробовать понять, как они соотносятся для этих трех разных групп, потому что, на самом деле, они правда входят иногда в конфликт. И это очень важно понимать, когда мы делаем навигацию. Вот давайте там самое простое. Мне кажется, что здесь большинство сотрудников музеев. Музею что нужно от навигации? Довольные посетители. Довольные посетители. Ну, то есть... Ну, а мне кажется, это тогда интерес посетителя. То есть комфорт посетителя, да, Марковна. Вот, на эту леприку. Вы знаете, я недавно, но это было очень интересное мнение. Мы общались с бизнес-инсультантом, и она рассказывала внутренние темы. Она сказала, что после каждого мнения посетителей, вы должны думать никогда не о среднем, а всегда об экстремальных каких-то точках, об каких-то совершенно, так сказать, отрязанных, или необычных, или ненепричных. Потому что если вы учтете интересы ненепичных разных, то типичные попадут внутрь вот этого вот мнения. Мне показалось, что это очень азурная, и действительно такая правильная методика. Я абсолютно согласна. Я, если честно, когда нужно какой-то решить вопрос, и я понимаю, что нам нужно вот прям поставить себя на место посетителя, я всегда беру своего ребенка, вот как делает Александр Чехмарев, я всегда беру свою трехлетнюю дочь, желательно еще с коляской, и вот это вот настоящее будет такое испытание, и иду с ней. И вот прям все по-честному. У нас цель не сходить и посмотреть, что нужно посетителю, у нас цель посмотреть картинку в Третьяковской галерее, одну. Но как бы по-честному, да, сходить там и воспользоваться туалетом, воспользоваться кафе. И вот дальше все должно быть по-настоящему. А лучше даже пойти не в свой музей, а пойти в какой-то другой музей, и там как бы понять, что мне было нужно, и записать, как бы зафиксировать. Это всегда я с вами абсолютно согласна. Чем экстремальные условия посещения, тем ты лучше понимаешь вообще, что нужно будет в среднестатистическом. Если кто-то знает, то такие вот и няшки. Я и няшки не знала. Оказывается, это определенная категория молодых девушек, которые делают бесконечный селфи, и ищут любые сюжеты для селфи. Больше ничего не интересно, их ничто не занимает, какой-то другой целью лифмет. И продумать их маршрут, траектории, вот эти точки, так сказать, для селфи, это образуется очень важной вещь, что можете сделать. Следующий этап – это ловить покемона. Ловить уже, да, за всех. Хорошо. Ну, как бы, тем не менее. Тогда, ну, давайте так наметим. Посетитель – это комфорт и понятность. Я понимаю, что вряд ли кому-то видно, но просто, чтобы у нас было с вами перед глазами. Ясность коммуникации, да? Наверное, какая-то эстетическая составляющая тоже для посетителя важна, когда он приходит в музей, да? Все-таки мы в музей должны ставить некоторые стандарты. Эстетика. Это то, чего ждет, ну, в целом, посетитель от навигации. Музею, что нужно от навигации? Вот все-таки, по-честному, давайте признаемся, как бы, какие цели мы себе ставим. Сохранить экспозицию. Зато типичный музейный ответ, да, не дай бог что-нибудь внедрится в нашу экспозицию. Табличка «Выход» с нее. Нет, ну, я с вами согласна. Хорошо, то есть корректное отношение. Ну, сохранность вообще всего, что есть в музее, чтобы посетители не запрели туда, куда они нужны, и не сумели... Почему вы не запрели? Ну, мне кажется, что вот забрести или не забрести, это вопрос, как бы... Мы имеем в виду какие-то... Направление посетителя, да? То есть... И так далее, то, что действительно реально не нужно. У нас есть легенда о том, как посетители спустились там на минус первый этаж новой Третьяковки случайно там в подвал вместо первого этажа, и в течение часа это были пожилые иностранные туристы, в течение часа ходили по подвалам, и это действительно страшно, потому что там машины установлены. Ну, как бы, они не могли найти лифт, потому что, естественно, на минус первом этаже навигации нет, не рассчитано. Они туда случайно попали, да. Но, тем не менее, хорошо. Направление посетителей, да, направление потоков. Это взаимосвязывание и кузей, что надо, чтобы неорганизованные посетить. То есть не группы, все равно неорганизованные. Они передвигались правильно, логично, не забредая туда, куда они находятся. То есть тут, как бы, вот эти все сохранные дела и соответствуют. Ну, да, направление потоков. Но мне кажется, что еще очень важный момент, вот, и озвучивали это коллеги, которые делали проект Арсенала, и, в принципе, он, как ни парадоксально, для Третьяковской галереи более чем актуален. Это привезти посетителя в музей. От транспортной, от остановки общественного транспорта, от соседнего ближайшего, там, торгового центра, от остановки автобусов, где туристы всех высаживают, привезти его в музей так, чтобы ему это было не мучительно, приятно и вообще как-то хорошо. Да, мы все говорим о том, что музей сейчас включен в городскую среду, о том, что опыт посетителя начинается задолго до того, как он входит в стены музея, и вот привезти его в музей, это одна из задач навигации. Ну, не говоря о том, что хорошая навигация может дать нам дополнительных посетителей, в чем всегда заинтересован любой нормальный музей. Так, хорошо, тогда вот внутренняя навигация, навигация в музей, а еще у нас бывают такие вот экстремальные точки, как с посетителями у нас бывает, что это там мама с новорожденным малышом или какой-нибудь суперэксперт в области авангарда, которому нужно вот быстро попасть и посмотреть то, что он хочет посмотреть и уйти. Да, это два таких экстремума. Также и в музее бывают разные экстремальные ситуации, да, то есть у нас бывает ситуация, когда у нас никого нет, и нам надо кого-то завлечь хотя бы в музей, чтобы кто-нибудь посмотрел на нашу замечательную выставку, которую мы пять лет делали, да, а бывает выставка, простите меня, Айвазовского, на которую приходят 600 тысяч человек, и здесь перед нами стоит другая задача, это адаптировать и потоки, и музейную навигацию, и только, в общем-то, с ее помощью мы можем это решить, корректно и правильно для разного формата общения с посетителем, то есть корректировка опыта посетителя внутри уже существующей системы. Ну, я напишу, как бы, адаптация под разные ситуации. Еще очень важный тезис у коллег был, это то, что навигация является нашим одним из ярчайших носителей нашей системы визуальной коммуникации, нашего бренда, нашего фирменного стиля, все, что мы пытаемся сейчас там унифицировать, да, и мы, кстати, мы недавно презентовали новый фирменный стиль, мы с удивлением обнаружили, что, в общем-то, сам фирменный стиль для музеев и, там, подход к этой проблеме, он появился, там, лет 10 назад, ну, 15, может быть, а до этого, ну, был логотипчик какой-то, был там бланк, были какие-то стандартные формы визиток, и то не у всех во всем музее, а, в общем-то, никто там о фирменном стиле музея не задумался. Тем не менее, на сегодня это очень актуальная проблема, соответственно, носителей фирменного стиля. И последнее, вот, про город. На самом деле, мне очень жаль, что во всех конференциях про навигацию и про вот такие вот насущные внутренние проблемы музея не участвуют городские власти. Мы сейчас их все время стараемся вовлечь в наш диалог о внутренней жизни музея, но они плохо вовлекаются, и, вот, честно, у них много своих проблем. Как вы думаете, чем музейная навигация может быть интересна городу? В чьей эвакуации? В чьей эвакуации, хорошо. Запасность, да? Деньги включают. Вот. Очень интересно. Но, на самом деле, это очень важное замечание, да. Сейчас есть исследование о том, как вот в отношении Петербурга, да, о том, сколько денег Эрмитаж приносит в экономику города. Понятно, что культура – это очень важный сектор сейчас для Москвы, и в остальных российских городах – это тоже сектор, который набирает все больше и больше вес в экономике. Поэтому, конечно же, ну, да, привезти людей в музей – это отчасти экономически выгодно. и, конечно же, требования безопасности тоже в интересах города. Ну, и, на самом деле, я бы в городские интересы записала бы внешний вид и эстетику, потому что, как правило, на чем мы все сталкиваемся с городскими властями, да, и не можем пройти все согласования. У города есть исторический облик. Если когда нужно снести какое-нибудь историческое здание, которому 200 лет, вопросов не возникает, то чтобы поставить нужный флажок или какой-нибудь носитель навигационный, который отведет посетителя в нужное место, в нашем случае это музей, то, как правило, возникает масса вопросов по поводу исторического облика, по поводу соблюдения требований общей визуальной коммуникации города, правил, постановлений. Да, ну, в Москве там 99-е, у всех остальных там свои, соответственно, регулирования. Я хотела... Это такое было короткое вступление. Я хотела рассказать про то, как работаем мы, Третьяковская галерея. Мы сейчас один из крупнейших музеев Москвы. В прошлом году Третьяковскую галерею пустил 2 миллиона 300 тысяч человек. Это для нас абсолютный рекорд. И, конечно же, проблема навигации для нас стоит остро. Несмотря на то, что для Крымского вала мы с коллегами из золотой группы, которые здесь тоже присутствуют, сделали проект, и мы его практически полностью воплотили в основных вещах в Новой Третьяковке на Крымском валу. Тем не менее, мы понимаем, что у нас сейчас большой багаж со старой навигации, у нас большой багаж уже аналитики. Мы более-менее понимаем наши потребности. И вот со всем этим мы хотим приступить к новым задачам в области навигации. Надо понимать, что Третьяковская галерея это 5 площадок по всему городу, которые уже работают. Две больших, Лаврушинский переулок и Крымский вал. И у нас там разный фирменный стиль, разный шрифт, разные цветовые решения. И второй, и, соответственно, у малых музеев свое цветовое решение и шрифт, как у Лаврушинского. И второй момент это то, что мы живем в очень плотном городе от Крымского вала до ближайшей станции метро. Где-то 10-15 минут пешком по не самым приятным дорогам вдоль Садового кольца. Но, тем не менее, это тоже такая реальность, в которой мы живем. Я хотела сначала поговорить про навигацию городскую и как она ведет нас к музею. Мы сейчас делаем проект городской навигации от станции метро Третьяковская к Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке к старой галереи. Если вы знаете, то Третьяковская галерея занимает целый квартал в Лаврушинском переулке. И у нас при этом сейчас два входа в историческое здание и в инженерный корпус. Сколько людей мы отлавливаем по всему кварталу, которые не знают, как попасть в Третьяковку, они стоят со своими гаджетами, они пытаются найти Третьяковку на карте на разных языках, мы им объясняем, как пройти. Поэтому мы, зная, что в других странах есть удачные примеры навигации от транспортных станций, от метро, просто по городу к музею, мы пришли к тому, что мы тоже такую хотим. И, в общем-то, наверное, как Третьяковская галерея имеем на нее право. Сейчас проход от метро к Третьяковской галереи выглядит примерно вот так. Помимо того, что люди идут через стройку, и, кстати, нам об этом пишут жалобы, что самое интересное, то есть это честное слово, мы получаем регулярно жалобы на то, что вот я вышел, я шел в Третьяковку, а там, понимаешь, стройка по дороге. Но, тем не менее, навигации никакой, вот человек проходит по этому неочевидному узкому проходу, и дальше, если он в нужный момент свернет в Лаврушинском переулке, то он попадет в Третьяковскую галерею. Мы бы хотели, конечно, чтобы это выглядело примерно вот так. У нас очень красивый переулок, мы хотим в него поставить очень корректные, аккуратные носители, которые соотносятся с человеческим ростом, которые с размером на человеку, которые могут являться как рекламными носителями для наших афиш и анонсами информационными для наших выставок и программ, так и просто указателями для разведения потоков в разные входы. Нам также, вот здесь, конечно, баланс тоже безопасности и интересов открытости музея, потому что, когда мы делали проект концепции развития, то мы говорили о том, что мы откроем максимальное количество входов по всему Лаврушинскому переулку. А в результате сейчас в связи со всеми печальными событиями и в нашей стране и вообще по всему миру мы приходим к тому, что на открытие каждого входа нужно затратить очень большое количество ресурсов, как человеческих, так и технологических. В общем-то, это очень дорогое удовольствие содержать каждый вход открытым. Поэтому здесь, ну, здесь всегда есть баланс, да, безопасности и открытости, к сожалению. Это про навигацию. Да, и как бы тоже очень интересный момент, который я хотела озвучить. Мы пришли с навигационным проектом в город, и при всей, казалось бы, расположенности городских властей и Третьяковской галереи и, в общем-то, в таком позитивном настрое оказалось, что сделать ничего нельзя. Вот просто вот нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя. Можно просто, не знаю, взять в аренду землю, весь Лаврушинский переулок, только после этого установить на нем какие-то носители, и то не факт, что их согласуют. Но, тем не менее, я думаю, что это тоже вот такая задача и для подрядчиков, с которыми мы работаем, и для нас все-таки найти компромисс и донести до города, что в их интересах правильная навигация и правильная маршрутизация людей от точки транспорта до точки входа в музей. Нет, пока что мы вот прям не понимаем, как даже подойти к согласованию. Ну как, понимаем, как подойти к согласованию и идем по этому пути, но пока что он, мне кажется, нам оптимистичным. Но, тем не менее, теперь об оптимистичном проекте, который мы делали как раз вот в Золотань пару лет назад, внутри музея, вот мы довели человека, там, как-то он дошел до нашего музея замечательного. Третьяковская галерея одна из лучших коллекций искусства 20-го, русского искусства 20-го века. Понятно, что это лучшая коллекция в Москве, у нас лучшая коллекция авангарда, у нас потрясающая коллекция советского социалистического искусства, у нас, наша коллекция дает неплохое представление об искусстве нонконформизма, но никто об этом не знает, к сожалению. У нас есть объективные вводные, это то, что наша постоянная экспозиция находится на четвертом этаже. Вот, к сожалению, как бы, можно было бы вот в идеале это перенести на второй хотя бы, но, к сожалению, этого сделать нельзя, поэтому нам нужно каким-то образом загнать людей на четвертый этаж. какое остроумное и, мне кажется, очень такое хорошее решение предложили наши коллеги золотой групп. Это маркировать входы, начиная сверху, то есть у нас входы, которые наверху в постоянную экспозицию, они называются А и Б, а по мере спуска вниз на третьем этаже С и Д, и, соответственно, на втором вход Е. Таким образом, человек, который, ну, немножко как бы рефлексирует и, в общем-то, не списывает это на странности русского обычая, называть входы не первыми буквами алфавита, он, видя вход Е, должен автоматически задуматься, а где же вход А? Может быть, я что-то пропустил? Ну, должна честно сказать, практически никому не приходит эта мысль в голову, к сожалению. Но мы списываем это в целом на стрессовую ситуацию, когда человек оказывается в музее, там все такое большое, такое красивое, ну, буква стоит Е, ну, значит, Е. как бы смирились, хорошо, вот, и мы делали какие-то тестовые, там, маленькие опросики, но вот не получается эту мысль вынести. Тем не менее, мы этот подход очень активно используем, и в том числе в наших поэтажных планах и на других информационных носителях это очень важно соблюдать последовательность, последовательность и настойчивость в том, как вы обозначаете входы и как бы в достижении цели. то есть, если вы хотите все-таки привести человека на четвертый этаж в постоянную экспозицию, если вы хотите, чтобы он преодолел все эти лестницы огромные, все-таки надо стараться и каждый раз ему об этом во всех, в каждой бумажке, в каждой листовочке об этом повторять. в принципе, посещаемость постоянной экспозиции, надо сказать, выросла сильно в четыре раза по сравнению с показателями до новой навигации. Мы, конечно же, склонны относиться к успехам не только навигации, но и остальной нашей работы, но тем не менее, надо заметить, что это сработало. Второе, это, конечно, контент, куда мы ведем людей, потому что вот в нижнем углу, в правом, показано, какими были магазины Трешковской галереи до реконструкции. И, соответственно, наверху, это то, как сейчас выглядят магазины. Это тоже делано вот по проекту «Золото групп», который здесь присутствует. Мы делали это одновременно с навигацией. Очень важно, невозможно привести человека к вот такому киоску. То есть он туда все равно, он придет и все равно оттуда развернется и уйдет. И, в общем-то, когда мы куда-то направляем людей, мы стараемся, чтобы там этот человек получил удовлетворение. И вот очень важно не только довести его до этой точки, но и там не бросить, а как бы провести через это, донеся контент там навигационными или способами, или с помощью диджитал каких-то средств, да, там интерпретация выставки. Это может быть супердизайн выставки, но потом его надо также аккуратно вывести и забрать из той точки, где мы его оставили и привезти туда, куда нам нужно дальше, да, в нашем случае там музейный магазин, кафе и туалетные комнаты. Мы стараемся продумывать в навигации маршрут посетителя от момента входа в музей до момента его выхода. И при этом у нас всегда есть ограничения. Мы не можем вторгаться в экспозиционное пространство, это очень жесткое правило музея, потому что внутри экспозиции действуют экспозиционные и выставочные дизайнеры. И мы не можем как бы менять некоторые постоянные точки. Понятно, что магазин там он не переносится, туалеты тоже не переносятся. При всей гибкости нашей навигации мы привязаны к определенным маршрутам общей логики движения внутри. Тоже проблема, которая сегодня уже звучала, это вот такие, скажем так, временные навигационные носители. Я хочу всех призвать, когда вы думаете о навигации, обязательно нужно думать о том, что у вас может быть популярная выставка и непопулярная выставка. Вот так выглядят наши обычные навигационные носители, мы ставим какие-то объявления временные, у нас есть специальные стойки, которые мы передвигаем, иногда даже возим с территории на территорию. И тем не менее, вот так вот приклеенные таблички вход и выход выглядят, это на секундочку вход и выход, на выставку в Серебряковой. Да, казалось бы. Конечно же, когда мы это обнаружили, вдруг на какой-то второй день это был скандал, все снимали, все чистили и ставили нормальные таблички. Тем не менее, очень важно работать с персоналом, действительно, который занимается с публикой, который работает с публикой, это администраторы, это кассиры, это службы безопасности, это часто смотрители и контролеры билетов. Очень важно работать с ними, доносить до них, что есть простые и четкие процедуры внутри музея, как они могут заказать нужную им табличку, хотя тоже эти процедуры должны обязательно предусмотреть контроль контента, потому что самая частая просьба от кассиров это напечатать им табличку, кассир справок не дает. как невесело. Тем не менее, напечатать, должны быть очень простые и четкие процедуры, как линейный работник может заказать нужную ему табличку, получить ее не позднее, чем через день, если мы говорим о выходных, а если это рабочий день, то в тот же день. Эта табличка должна быть в фирменном стиле, шрифтом, в правильном цвете. Эта табличка обязательно должна быть красиво напечатана и вставлена в правильный навигационный носитель. И это постоянный контроль, это постоянное слежение за визуальной коммуникацией музея, но без этого все равно никуда не уйдешь от табличек выхода и выхода нет. И мы, кстати, в результате всех наших упражнений с навигацией пришли к тому, что нам катастрофически нужны все эти переносные стойки, которые мы сейчас внизу, кстати, здесь даже в арсенале у магазина видели тоже такую переносную стойку. У меня она показалась очень приличной. По сравнению с табличками входа и выхода, нет? Александра вот сказала, что ну как же так, это неправильный носитель. Но тем не менее это жизнь, а они нам нужны, эти стойки, которые переставляются, которые позволяют нам выстроить какие-то ограждения, выстроить очередь в нужном нам месте, выстроить выход из этой очереди правильный. И чтобы человек, выходя из этой очереди или наоборот попадая в нее, очень четко получал информацию. у нас сейчас около 30 носителей вот таких вот навигационных стоек и разного формата передвижных знаков. А, все. Как-то у нас часть потерялась, но неважно. Да, ну, извините, потерялся, собственно, слайд с обобщением. Я тогда так подытожу. Соответственно, мы, как музей, естественно, несем полную ответственность за навигацию, которую мы предлагаем, причем предлагаем ее всем. Городу, посетителям, самим себе. И в этом смысле очень важно попробовать поставить себя на место разных интересантов, на место разных стейкхолдеров. Но все-таки не будем лукавить, у нас есть свой интерес. У нас есть интерес привезти людей в музей, у нас есть интерес четко их по этому музею провести, и у нас есть интерес, как бы, чтобы они зашли в определенные точки, в том числе в музейный магазин, в музейное кафе, и посетили наши выставки и поняли, чтобы им было комфортно, и они вернулись еще. При этом мы, конечно же, прям на этапе проектирования должны учитывать, как нам нужно будет эту всю навигацию реализовывать. Это, с одной стороны, согласование с городом и согласование с архитектурными властями, и с пожарными, с безопасниками и так далее. А с другой стороны, это жизнь, в общем-то, это наши сотрудники, это наши посетители. И поэтому некоторую гибкость в навигации на этапе проектирования и на этапе реализации всегда нужно закладывать. Чем больше гибкости закладывается, тем, на самом деле, потом ей удобнее пользоваться. И, конечно же, третий момент, который очень хочется подчеркнуть, это установление четких процедур, по которым навигация воплощается, по которым она меняется. Потому что навигация это очень мощный инструмент. На самом деле, если вы поставите одну табличку в одном месте, а другую в другом, вы можете кардинальным образом либо направить поток посетителей, либо убрать его оттуда. Поэтому процедуры должны быть простыми и понятными и доступными всем сотрудникам музея, начиная от линейного администратора и заканчивая там заместителем директора или директором. Но в то же время они должны быть очень правильно и хорошо продуманы. И в этом смысле навигация это процесс, над которым не заканчивается работа. Она происходит каждый день, она происходит на разных уровнях работы в музее. И, конечно же, она под каждый проект будет своя. Но, тем не менее, должны быть общие правила и она должна быть в общей системе. Я хотела сказать о том, что, когда было на большом отсутствии, не просто встал в тарифе. Действительно, в метро нет и указать, или так вот лечишься, куда пойти. Потом, я попала в Куритика, я попала в такой момент, когда одновременно продавали билеты, была комната получилась войти. А я приехала хотя бы на обычную эспозицию в Тайо войти. И оказалось, это невозможно там вот такой конфликт сочетание, а потом не знаю, на что. Да, это был один день, это было 13 января, да, я знаю. Там была дивигация, заказывать музей, и сейчас мы готовы к такому. Да, Ну, да, к сожалению, это не только проблема навигации, это проблема еще количества входов, и, конечно же, это проблема технического обеспечения, потому что, с чем мы столкнулись на Ватикане, это то, что у нас два раза на дополнительной продаже падал сайт, и, в общем-то, это ломало нам всю систему, все наши высокие идеи о том, как мы будем развозить реальные потоки посетителей. Вот, но могу, единственное, что могу сказать, это были страшные дни, мы не знаем, скольких седых волос они нам стоили в общей сложности на весь музей. Это было страшно. Да, но они... И невозможно. Мы не могли... Они нас многому научили. Мы с клиентами, а что надо поставить, они не учили. Да, они нас очень многому научили. Во-первых, мы там сильно вложились в нашу билетную систему, и в последнюю продажу, но Ватикан уже в сайт не упал, а выставил героически. Потом последняя продажа офлайн, это мы делали на Крымском валу. Здание Новой Третьковки позволяет вместить 1200 человек в холлы. Это было очень важно, потому что зима холодная, и мы просто всех запускали, ну и обслуживали там максимально в 6 касс обслуживали посетителей. Ну и, конечно же, тоже примечательно, каждая ошибка и там и в навигации, и в разведении потоков посетителей стоит нам очень много, и сказать, сколько нам в репутационном смысле стоило 13 декабря и 13 января этого года просто невозможно. Мы получали тысячи жалоб из всех инстанций, из там наш сайт, наши соцсети, наше, понятно, правительство Москвы, Минкульт, Генеральная прокуратура, антикоррупционные какие-то комитеты, в общем, отовсюду. Вот, и, конечно же, ну, да, я думаю, что мы были не готовы, честно, мы были к этому не готовы, мы там, при том, что на Ватикан на все сеансы было, мы выложили там 15 тысяч билетов, количество людей в момент начала продажи на сайте было 35 тысяч. Ну, как бы, ну, вот так. Настолько спрос превысил предложение. Здесь ничего нельзя сделать, потому что, ну, мы с вами музейщики, мы все знаем, что в залы имеют ограниченную вместимость, тем более, шедевр Ватикана. Ну, это была вот ошибка, связанная именно с разведением потоков, да. Вот вы в этот день попали, видите, вот до сих пор мы собираем репутационные издержки. Можно вопрос? Да. Я говорю о закладывании гибкости в согласовании в разрабатывании инновационной системы. Есть такой вопрос, и мы все с этим сталкивались, есть требования пожарных, да, которые, вот им надо, чтобы на чем он не селся, он был зеленый селся, если у нас есть. Если какие-то решения или опыт решения этой проблемы, потому что, например, наша навигация, ну, в нее нельзя включить значки пожара, потому что эстетическая сторона их не волнует вообще, ну, и тут с этим не последует. Мы тоже переживали по поводу значков пожарных и по поводу красных огнетушителей, а потом просто расслабились, ну, да, стоят красные огнетушители, абсолютно нормально, и мне кажется, что здесь, кстати, если следовать буквально всем пожарным нормам, то этих значков, во-первых, не так много, а во-вторых, они в таких очевидных местах срабатывают. Вот, например, мы сейчас с вами здесь, если оглядимся, то, в принципе, ничего не режет глаз, да, но значок пожарной эвакуации мы видим вот отсюда, прямо отсюда. Если, не дай бог, сейчас что-нибудь там случится, мы знаем, куда мы быстро увидим, куда бежать. В принципе, это хорошо. Вот, поэтому здесь главное не идти на поводу у пожарников и читать их постановления, в соответствии с которыми они требуют от вас того или иного, и вот ровно в соответствии с этими постановлениями их, в принципе, не глупые люди писали, все нормально, а с точки зрения безопасности, с точки зрения эвакуации людей, ну, просто параллельно существующая система, да. Тоже решение вопросов, что не все. Ну, да, просто аккуратное и четкое воплощение, да, да. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ